МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, друзья! С вами программа «Диалоги о животных». Самое объективное шоу о братьях наших меньших. Только у нас необычные факты и эксклюзивная информация о живой природе от маленькой красной панды до африканского пояса хвоста. Сегодня в программе. Что мы знаем об аквариумных креветках? Ну, они съедобные. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы знаете, друзья, мне кажется, что большинство людей заводят животных для души, чтобы можно было с ними пообщаться. А вот можно ли общаться, к примеру, с креветками? У моей сегодняшней гости среди прочих домашних питомцев есть и такие. Кстати говоря, было нелегко организовать нашу сегодняшнюю встречу. Ведь наша гостья уверяла, что для креветок это большой стресс. Я ей верю, между прочим. Но про эмоциональную жизнь креветок, а также про возможности общения с ними она расскажет сама. И так у меня в гостях Елена Смирнова и ее весьма необычные питомцы. Здравствуйте, Лена. Здравствуйте, Иван. Ну, действительно, как вам удалось избежать... Как вам удалось их довести? Потому что я понимаю, что длинная дорога – это единственное, что может их сильно расстроить. Болтанка там какая-то, изменение освещения. Ну, вот все, что связано. Изменение условий. Изменение условий, да, конечно. Тем более сейчас уже достаточно прохладно. Дома они сидят в аквариуме побольше. Ну, вода всегда стандартная. Это где-то от 22 до 27 градусов для креветочек. Самая оптимальная температура, да. Сложности возникли именно с перевозкой, потому что везли мы их как раз-таки в аквариум. Специально вот приобрели маленький аквариум. Это вот этот переносной? Этот маленький, да, аквариум, креветочник точнее. Это не для рыбы как раз, а креветочник. А вы вот, извините, вопрос крутится. Вот, наверное, хамский он вам покажется. Вы их не для еды разводите? Нет, ну что вы, что там, на один зубчик скушать? Нет, конечно же. А это декоративные креветочки появились. Они в Москве достаточно недавно, где-то в 2004-2005 году. Это что-то новое, что-то интересное. Они что декорируют-то вообще? Ну а как, если рыбки дома для чего? Для красоты, для души. Креветочки то же самое. А рыбки их не едят? Рыбки кушают, конечно. Поэтому с креветочками стоит сажать только добрых рыбок, скажем так, маленьких. Не хищников. Не хищников ни в коем случае. Также рыбки могут икру скушать. Креветочек, да. Вот здесь четыре вида креветок различных. Это вишневые креветочки, это амана, это фильтратор вот здесь вот большой. Если посмотрите, сидит у него. Сейчас мне надо как-то заглянуть и зловчиться. Да, у него вместо клешинок, видите, вира, которыми он на потоке воды хватает еду и кушает. У остальных креветочек же у них клешинки маленькие, которые они собирают пищу. Это могут быть и водоросли, это и корм. А тут два вида, да? Я вот два вижу. Там четыре. Четыре. Вот вишни, вот крупные аманы зеленые, видите, под фильтром. Ага. И где-то еще там кристаллики, красный и черный кристалл должен быть. Но сейчас не видно, к сожалению. Ну, вы как специалист просто их отличаете. Ну, интересно, конечно, покупаем различные виды. Если, допустим, вишенки вот эти, вот их много, видите, они достаточно легко разводятся в неволе, а остальные только в дикой природе. Потому что если креветка и пресноводные, для того, чтобы вывести мальков, эти мальки должны спуститься в море, да, где подсоленная вода. А после того, как малек подрастает, он обратно возвращается в реку. Поэтому, к сожалению, вот такие вот большие фильтраторы и амана, их крайне сложно в неволе разводить. Ну да, если только какую-то систему аквариумов придумать, да? Да, да, да. Ну, конечно. Ну, пересаживать их, да? Да, люди, которые занимаются этим серьезно, конечно, занимаются разводом креветочек. Ну вот какая-то еще. Я смотрю, одна у вас тут полиняла. Да, тоже, наверное, на фоне стресса. Хотя креветки периодически линяют, в этом ничего страшного нет. Единственное, если вдруг кто-то, новички захотят завести креветок, кто-то сразу боится. А у меня креветочка умерла. Не надо сразу паниковать. Скорее всего, креветочка просто сбросила панцирь. Ну, надо их просто посчитать для начала, да? Ну, считать их крайне сложно. Это здесь просто яркий грунт. Они здесь как на ладони, как на виду. Но для креветок все-таки желательно больше иметь какие-то водоросли, чтобы они могли спрятаться, да? Какие-то крынки, камни. Потому что креветки все-таки любят такие потаенные места. Вот. И такая активность это только у нас сегодня и сейчас можем наблюдать. Ну, это пресноводные у вас креветки, да? Да, конечно, конечно. Кушать их крайне нежелательно. Понятно. Спинка очень интересно окрашена у одной вот этой вот креветки, которая сейчас вертикальна. Вот это, да? Да. Нет, вот-вот-вот-вот-вот-вот маленькая такая. А, красная полосочка. Все-таки я их уже потихонечку вижу, что да, тут разные. Да-да-да. А вот с моей стороны, к сожалению, вам не видно здесь полосатые. А вот тут вообще какая полосатая вода, она почти как морская. Да. Знаете, я в море такие видел. Это кристаллики. Дубпридонные. Это кристаллики, да? Да, это кристаллики. Вот с моей стороны черный кристалл, с вашей, скорее всего, красный. Да. То есть два вида, да? Да. Черный и красный. Да-да-да. Хорошо. А вы не желаете послушать, что люди на улице думают о вашем хобби? Да, конечно. Очень интересно. Давайте послушаем. Креветки – это такие существа, они водятся в море и их едят. О креветках. Обитают они, скорее всего, в океане. Креветки. Креветки пытаются чистой водой, нужна чистая вода, поэтому в Черном море креветок очень мало. Креветки. Морские обитатели. Питаются водорослями. Питаются они, скорее всего, планктоном. Они маленькие, размножаются по многу. Розовенькие, красивые. Ну, они же едобные. У них есть икра, они ее держат между лавками, потом они эту икру откладывают. Из нее, ну, вот эти икринки, получаются потом эти маленькие креветочки. Что ж, Лен, вот такие были интересные мнения. Вот вы с чем-то согласны или нет? Давайте ответим им. Ну, единственное, я согласна с девушкой, как креветочки вынашивают икру. Только это брюшко, там называется, плеоподы, на которых прикреплены икринки. И креветка их нигде не откладывает, уже маленькие мальки выскакивают прямо оттуда. То есть, если увидеть на икринках такие черные точки, то уже можно понять, что скоро вылупится креветочек. Ну, и, естественно, я не услышала ни от кого, что пресноводные. У нас же все-таки это пресноводные креветки, а не морские. Кто-то говорил, по-моему, что есть пресноводные, есть морские. Людям-то вообще-то креветки знакомы, они купаются, в море плавают. Конечно. Так сказать, личный опыт их встреч с креветками, он именно морской опыт. Ну, вот теперь мне скажите, все-таки странное такое достаточно увлечение. Ну, рыбки, я понимаю, рыбки, понимаю, они разные, здорово отличаются, вот бросаются в глаза, и поведение разное, и окраска разная. И, да, ну, все разное. Визуально, вот совершенно образы рыбок четкие. А креветка, ну что, ну, креветка. Хорошо, вот тут одна в полосочку, другая в крапинку. Ну, хорошо, но вы, допустим, смотрите, вы же удивлены, правда? Я не удивлен. Не удивлены? Нет, ну, я видел много морских, уж суперпричудливо окрашенных, и чистильщиков, и снимал кино про них, и так далее. Ну, у нас речные креветки, да? За ними, скажем, мне было бы интересно наблюдать, ну, какую-то биологию, допустим. Для чего мне бы понадобилось увеличительное стекло, которого здесь у нас нет, к сожалению. Нет, ну, я, конечно же, не всех креветочек привезла с собой, их дома в большом аквариуме намного больше. Интересно за ними наблюдать. Они хоть и такие сами по себе, да, бестолковые, но именно наблюдать за их поведением, за тем, как они питаются, за тем, как они взаимодействуют между собой, очень интересно. Кстати, вот фильтратор – это интереснейшее существо тем, что как раз из потока воды он своими веерами собирает еду. Если приглядитесь, то периодически он эти веера облизывает, да, он съедает. То есть, ну, рыбки, ну что, конечно, интересно, рыбки плавают, а эти вот ползают, кушают, там что-то делают. Вот я не случайно про увеличительное стекло сказал, потому что если увеличить, действительно, вот тогда я первый скажу, что это интереснейшие, любопытнейшие существа. Ну, то есть вы считаете из-за того, что они мелкие, да, неинтересные? Ну, да, как-то вот, нет, я не говорю, что они неинтересные. Интереснее было бы еще наблюдать на них через увеличительное стекло, потому что тогда видно, что это пришельцы из космоса какие-то. Ну что ж, хорошо, Лен, спасибо вам большое. Вы меня убедили. Вперед, все заводим креветок. Спасибо. Спасибо. Всего доброго.